Белорусская земля На гостиной в Бобрущине Каковы итоги встречи? Полыхающее авто В переулке Тимирязи возгорел автомобиль Пострадавших нет Что стало причиной ЧП Не пропустил На перекрестке Пушкина и Карла Липнета Столкнулись автобусы такси По факту ДТП проводится проверка Есть ли жертвы? А также послабление запрета Рекордный урожай и теплый вторник Синоптики объявили бабье лето Надолго ли? В эти дни делегация Приморского края России С официальным визитом находится в Беларуси Одной из точек в маршруте Стал город на Берзине Наши партнеры побывали на Бобруйск-Агромаше Оценили технику предприятия И обсудили перспективы сотрудничества Все подробности в следующем материале Делегация Приморского края Прибыла на Агромаше Второй половине воскресенья Да, день выходной, но время на вес золота Терять его не стоит, деньги не любят ленивых Да и в Бобруйске гостям рады всегда Уже за несколько часов до начала все готово Кортеж подъезжает к центральной проходной На часах 17.00 По традиции гостей встречают с хлебом и солью Настроение у всех приподнятое Делегация высокопоставленная Что говорить, даже наши красавицы В национальных костюмах немного волнуются Но никто не обращает внимания на такие мелочи Бобруйская радушия удивляет всех Широ витаем вас на нашей белорусской земле На гостиной Бобруйщине От Широ и Нивы От родной землицы Широ Вам поклониться Не откладывая в долгий ящик, партнеры отправляются знакомиться с продукцией Бобруйск Агромаша А здесь есть что посмотреть Распределитель минеральных удобрений Пресс-подборщики, селки В стройном ряду уже зарекомендовавшие себя образцы, новинки, которые впервые увидели свет Барна зубовая машина универсальна Более полутора тысяч зубов помогают аграриям обрабатывать почву различного типа Для Беларуси аппарат уникальный, аналогов ему нет Возглавляет российскую делегацию министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц лично интересуется каждой из представленных машин Тем более аграрии дальневосточного региона с Бобруйской техникой знакомы Партнеры признаются, тесные кооперационные связи были утеряны Как раз одна из задач их восстановить и даже приумножить Мы во всем спектре техники нуждаемся И кормозаготовка, которая была и есть И сегодня мы посмотрели и почву обрабатывающую И также технику для внесения минеральных органических удобрений Но самый, наверное, востребованной будет линейкой Это кормозаготовка Тем более завод уже 40 лет работает именно на этой технике Наработал опыт и наработал качество Одним из самых острых вопросов сотрудничества становится логистически Решение находит на месте Договариваются подобрать компанию в Приморском крае Которая и заключит с Бобруйск-Агромашем дилерский договор Благодаря ему техника напрямую и будет поставляться в дальневосточный регион Мы присутствуем на данном регионе Но не тем количеством машин, которые могли бы Поэтому, конечно, для нас очень интересно Приезд делегации на наш холдинг И я уверена, что мы найдем концептуальное решение Поставим туда нашу хозяйственную технику Если говорить про российский рынок То Агромаш поставляет туда почти 50% своей продукции И даже при таких цифрах есть куда расти Мы рассказали о наших возможностях в нашем городе Мы рассказали, какие сегодня крупные предприятия имеются в городе И возможности, самое главное Конечно, сегодня важно, в первую очередь, найти взаимопонимание с нашими российскими партнерами И найти возможность для того, чтобы создать даже на территории их региона Совместное предприятие для того, чтобы можно было поставлять продукцию Я думаю, что в рамках именно этого визита Мы сейчас будем целенаправленно работать в этом направлении И найдем возможность для того, чтобы создать даже площадку на территории Приморского края Где мы сможем показать не только продукцию региона Могилевской области Но и, конечно же, продукцию города Бобруска В ноябре состоится ответный визит белорусской делегации в Приморский край До этого стороны договорились поставить первую партию машин в регион Продемонстрировать тамошним аграриям свой потенциал Чтобы в дальнейшем прорабатывать локализацию и сборку бобруйской техники Максим Кембель, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360 Выгорел за считанные минуты В переулке Тимирязев огонь уничтожил автомобиль ЧП случилось в минувшую пятницу под покровом ночи Когда подразделения МЧС прибыли на место, спасать было нечего Вольксваген Пасса 90-го года выпуска выгорел практически полностью Пламя повредило 6 погонных метров деревянного забора Пострадавших нет Предварительная причина пожара – неисправность электропроводки Спасатели напоминают, чтобы избежать возгорания автомобиля Следует проводить диагностику электрики у специалистов Особенно актуально это перед началом холодов Неспокойные выходные выдались и у госавтоинспекции На перекрестке Пушкина и Карла Лифникта очередное ДТП Авария произошла в субботу в 6-м часу вечера На этот раз дорогу не поделили автобус и такси Шестерка ехала по главной, легковушка по второстепенной Таксист не уступил В данном ДТП люди не пострадали В результате ДТП обоим авто причины механические повреждения По факту ДТП проводится проверка Это не первая подобная авария В июле на перекрестке столкнулись две легковушки Причина та же – невнимательность водителя на второстепенной Послабление запрета Предупреждение от МВД День без авто Международная акция уже близко Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Россия разрешила белорусам въезд через воздушные пункты пропуска Напомню, в конце марта 2020-го Из-за эпидситуации Федерации ввели запрет на въезд иностранцев В том числе граждан нашей страны При этом попасть в Россию Железнодорожным и автомобильным транспортом пока невозможно МВД Беларуси в очередной раз Обратилась ко всем белорусам и гостям страны С просьбой не поддаваться на призывы отдельных телеграм-каналов Ведомство еще раз напомнило про ответственность За участие в несанкционированных акциях И грубое нарушение общественного порядка Белорусские аграрии планируют собрать рекордный За последние 10 лет урожай рапса Уже намолочено 824 тысячи тонн Этого хватит для внутренних нужд и на экспорт Рапс – высокодоходная культура В этом сезоне самая высокая урожайность В Гродненской и Могилевской областях Водители смогут бесплатно ездить В общественном транспорте Минска 22 сентября Акция пройдет в рамках Всемирного дня без автомобиля Для того, чтобы получить право на бесплатный проезд Вместо билета необходимо предоставить Водительское удостоверение и техпаспорт на машину На западе Беларуси продолжатся совместные Белорусско-российские учения Славянское братство 2020 Второй этап пройдет с 22 по 25 сентября Основной его направленностью станет Отработка действий по обеспечению безопасности государства Задействует около 6 тысяч военнослужащих И более 500 единиц боевой техники Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив Корреспонденты Бабрусь 360 Готовы выходить на место событий прямо сейчас Телефон горячей линии на ваших экранах В стране стартовала акция МЧС Молодежь за безопасность Первый этап под названием 112 добрых дел продлится до конца месяца За это время активисты и спасатели Посетят дома одинокопроживающих пенсионеров Инвалидов и ветеранов Великой Отечественной И помогут чем смогут Например, заготовят дрова, наведут порядок И установят автономные пожарные извещатели Подключаться и территориальные подразделения Красного Креста Белорусское добровольное пожарное общество В Беларуси от COVID-19 выздоровели выписанные 73 301 пациент Зарегистрированы 75 898 человек С положительным тестом на коронавирус Лаборатории провели 1 739 250 тестов Такие данные приводит Минздрав ВОЗ сообщили в ряде государств Количество новых случаев сейчас выше, чем в марте-апреле Осложнение эпид-обстановки связано с несоблюдением мер защиты Уверенные эксперты Всемирной организации здравоохранения В целом по миру число заразившихся коронавирусом нового типа Превысило 30 миллионов человек Рекордный прирост был зафиксирован в минувшую пятницу Свыше 315 тысяч заболевших Причем 51 тысяча из них приходится на Европу Папа, мама, я в футбольной семье В эти выходные на поле стадиона имени Прокопенко Свои силы в игре номер один Попробовали более 40 семей Ажиотаж небывалый У спортивного сериала в этом году идет уже пятый сезон Проигравших в нем нет Все получили призы и награды В субботу утром на стадионе имени Александра Прокопенко Многолюдно Все от мала до велика играют в футбол Самому младшему 5, старшему 55 Более 40 семей продемонстрируют свои спортивные навыки И конечно поборются за награды Город принимает праздник Мама, папа, я, футбольная семья Огурчики, помидорчики, вишенки, апельсинчики Это не набор продуктовой корзины На звание команд В этом году праздник отмечает свой пятый день рождения Организатор Белорусская ассоциация футбола Здорово, что родители на своем примере показывают Не сидят дома на диване А активно участвуют Играют, дети смотрят Берут с них пример, им это нравится Детки также участвуют Хорошая погода способствует сегодня этому Вот семья вместе проводит время Это очень-очень важно Семья это самое главное Большой ажиотаж вызвали матчи среди женских команд Пять дружин бьются за звание чемпионов Знание правил здесь не самое главное Куда важнее эмоции от игры Страсти кипят на каждом сантиметре футбольного поля И за его пределами никто не хочет проигрывать И все-таки здесь главное участие, а не победа Ведь куда важнее любых наград Искренние эмоции Замечательно, только не хватает дыхания Вот и все Не расстроились, что проиграли? А, ну, конечно, расстраиваемся, конечно Мы же девочки А все-таки самое главное что? Самое главное это участие Победа, это уже на втором плане Как игра складывалась? Ну, первый гол забила я Вот, потом у нас был, конечно, промах один Но мы выиграли, это самое главное Так, а главное все-таки победа или участие? Участие, но и победа тоже приятный бонус Солнце, вон, такая погода подходящая Задор такой-то во время игры Почаще бы организовывали Да, частенько в такие Можно два раза там, один раз, например, в росте В мае, да, а потом в октябре Медали, конфеты, соки, футбольные мячи, кепки и рюкзаки Ни один участник не остался без подарков и наград Поздравляем И так же получаем пять и призы от наших спонсоров Внимание Следующим этапом турнира станет финал в Минске Там соберутся победители региональных соревнований Которые поспорят за звание самой футбольной белорусской семьи Максим Кемель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 До плюс 19 и безоблачно Понедельник выдался теплым и солнечным Западный ветер слегка покачивал кроны с еще зелеными листьями На долгий тренд Анастасия Шевцова На неделе погода порадует белорусов теплом и солнцем Повторник будет малооблачно Осадки не ожидаются К утру сгустится туман Днем воздух прогреется до 20-26 Ночью похолодает Плюс 10-12 Умеренный ветер подует с юго-западной стороны Уровень воды в реках страны продолжает понижаться Неблагоприятные условия для работы речного транспорта Сохраняются на Немане, Соже, Днепре и Березине Возле Бобруйска и Солигорска Заметно упала и температура воды От 6 до 17 градусов Проливные дожди атаковали юг Франции Вода залила дороги В результате несколько населенных пунктов Оказались отрезаны от внешнего мира Более сотни жителей эвакуированы Один человек пропал без вести В спасательных операциях задействованы вертолеты И свыше 600 спасателей В Эквадоре усилилась активность вулкана Сангай Над кратером поднялось облако пепла Высотой в 10 километров В результате вулканическая пыль накрыла Четыре провинции страны Из-за выброса пепла прекратил работу Международный аэропорт в городе Сантьяго-де-Гуай-Киль Такую активность вулкана не отмечали более года Завтра в Бобруйске будет безоблачная сухая погода Ветер юго-западный 4,6 метров в секунду Днем столбик термометра поднимется до 23 градусов тепла Ночью похолодают до 11 со знаком плюс Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 Это все и события к этой минуте Следите за новостями в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо!